БОХ СИЛЬНЫЙ, БОХ ЧУДОТВОРНЫЙ, ВЕРНЫЙ СВОЙ, СОВЕМ ОГУЩИ, НАШ БОХ, ВОТ КТО ТЫ, НАШ БОХ Хорошо, друзья, знаете, ну вообще, правда, вот в такой аудитории сложно, думаю, что что вообще говорить, потому что на самом деле тут, как бы, ну, элита такая, да, с братом сели, помню, тут такие вещи уже успел немножко посидеть, рассказать, я думаю, вообще молодец, практикуется, уже Бог ему там показывает человека, что человек придет, надо подвести к покаянию там, думаю, вот такое служение должно. Знаете, когда-то очень давно, я покаялся у старых традиционных пятидесятников, и я поехал на одну из конференций, была, это хорошая церковь, хорошая конференция, но речь о другом, и вот я, значит, молодой верующий, я всего 4 месяца как покаялся, и я читаю Библию, читаю Библию, читаю Деяния Апостолов, хожу в свою церковь, хорошую церковь, и у меня вопрос, Господи, ну что вы, ну почему нет, ну почему разница такая, вот смотришь книгу Деяния, и смотришь, ну вот вообще, ну куда входишь, ну несоответствие какое-то, ну что-то не то, и вот я поехал на конференцию, приехал туда, и у нас библейские классы вел один миссионер, хороший брат, и мне нравились его библейские классы, которые он вел. Я бы вообще из всех вот этих трех дней конференций, которые были молодежные, я бы выбрал бы его классы самыми оптимальными, то есть, ну, самые ценные для меня были его классы, хороший действующий практик миссионер. И вот, значит, когда были вот эти перерывы, молодежные тусняки между, знаете, конференциями, этими проповедями, служениями, когда мы молодежью песни пели, там отдыхали, на этой турбазе огромная, большая, вот. Вот, я видел такую картину, как он сидел под яблоней, у него рюкзак был с ним, и на рюкзаке библия, тогда еще не было планшетов, ничего этого не было, мобильных телефонов, вот. И он сидит, и я где-то там хожу между этими домиками, там, вижу, он там вдалеке сидит. Пол библии, они, тебе, они, и человек слово изучает. И потом он приходит, и он как-то отличается от всех других. Я, естественно, к нему, я говорю, Саш, я говорю, скажи, пожалуйста, ну, вот вопрос такой к тебе, вот ты уже столько лет верующий, там, вот служишь, служитель, учишь нам тут из Библии. Ну, скажи, почему сегодня, вот я не вижу, читаю деяния апостолов, вот, ну, одно церковь, прихожу сюда на собрание, а другое, ну, где это все? У вас никогда такие вопросы не возникали? Вот. И он, и он мне, и он, знаете, так в простоте своей, говорит, хорошо, ну, тебя как зовут? Я говорю, ну, Николай, он говорит, Калек, слушай, вот мы сейчас идем, вот будет собрание, скажи, что сейчас будет происходить на собрании? Я говорю, ну, мы сейчас придем, песня была, церковь традиционная, он говорит, и дальше? Я говорю, ну, выйдет какой-то брат, призовет к молитве, он говорит, дальше. Ну, после этого прозвучит номер гуслей, я говорю, дальше. Ну, мы споем что-нибудь из песен возрождения, я говорю, а дальше? Ну, дальше, скорее всего, ты выйдешь проповедовать. Он говорит, ну, а дальше-то что? Ну, закончишь проповедь свою, а дальше? Ну, наверное, помолишься, закончишь собрание, а дальше? Ну, а дальше мы все разойдемся. Он так выждал паузу, посмотрел на меня и говорит, вот поверь и твоей, и будет тебе. Вот и ответ. Мы не ждем, мы не ожидаем. Мы даже не ждем, что Бог что-то будет делать, что Бог великий, правда? На самом деле, друзья, это не так. Иисус Христос, Он вчера, Он сегодня, и Он вовеки тот же. У меня была история, ситуация такая, когда еще до того, как я поехал на миссию, я был парикмахером. Не знаю, говорил я здесь свидетельство, он это или нет. И вот, я очень часто, как бы, знаете, как, ну, я сразу с директором договорился, парикмахерская до 9 вечера. Но я говорил, в эти дни, когда у нас вечернее служение, я ухожу без 15,7. Почему? Мне 10-15 минут добежать до собрания. Мне не важны деньги. Он говорит, если ты кассу сдаешь, план, не вопрос, хоть в 5 уходи. Мне главное, чтобы ты план сдал. Я говорю, супер, договорились. И вот я всегда, знаете, с таким нетерпением ждал конца рабочего дня. Пускай я меньше заработаю, но я буду в собрании детей Божьих. И я бегу на собрание. Жажда такая. Я прибегаю на собрание. Открывают эти песни возрождения. Песни, которые не очень теологически и правильные. Церковь, которая не знает такую истину, которую сегодня знаем с вами мы. Понимаете, да? И вот я прибегаю с жаждущей. Становлюсь. Какая-то бабушка говорит, номер 7. И там такая была песня. Благословений потоки. Там около, я не знаю сколько куплетов, там очень много куплетов. И каждый припев по два раза. Но это очень долго. Мотив такой, знаете, у них такой затяжный очень. А мне пофигу. Я пришел к Богу. И я стою. И я пою. И я наслаждаюсь. Я переживаю действия Духа Божьего. Радостный. Не помню, где-то на пятом, наверное, куплете. Чувствую, как в Бог толкает меня мой друг. Такой друг Толик был у меня. Выше меня вот такой вот высокий. Толкает меня в Бог. Он такой, о, чувствуешь? Я такой, ну, вывел меня из моего состояния хорошего. Я говорю, в смысле не понял, что чувствуешь? Говорит, ну как, что? На меня такой с вопросом, как, что? Ну, полилось. Где-то на пятом куплете. Знаете, я ляпнул, я сам не понял, как мне так понравился ответ. Я потом сам думаю, красавчик я. Знаете, что я ему ответил? Я на него посмотрел и сказал. Я говорю, слушай, не знаю, как у тебя, у меня с первого куплета льется. То есть, друзья, на самом деле, все зависит от нас. Все зависит от нас. Это правда на самом деле. И когда, знаешь, ты любишь Бога, ты идешь независимо куда. Я даже к баптистам приеду в собрание, и я буду Бога переживать. Знаете почему? Потому что я не иду в собрание искать Бога. Мне не нужно Его искать. Он со мной. Он везде. Соединяющийся с Господом. Есть один Дух. Есть один Дух. Поэтому, куда бы я ни пришел, что происходит? Я приношу Бога туда. Я приношу Божье присутствие. Я приношу Божье переживание. Вот что происходит, друзья, с нами, когда мы идем в какие-то места. Почему? Потому что мы с вами носители вот этой божественной природы. Мы дети. Мы царственное священство. Мы люди, взятые в удел. Мы благословенные люди. Понимаете? И это надо, я не знаю, это должно от зубка просто у нас отлетать. Мы должны быть уверены в том, кто мы есть во Христе Иисусе. Вот почему я еще раз хочу повторить, что новый человек – это просто основание, послание, которое мы здесь с вами проходим, мы изучаем, друзья. Поэтому, кто еще не изучал эту тему, изучите ее. Ее недостаточно прослушать. Ее надо пропитать. Ей надо пропитаться этой темой. Хорошо. Но я не об этом хочу проповедовать. Давайте мы откроем второе послание Петра. Это было так литерически немножко. Второе послание Петра, первая глава, третий и четвертый стих, друзья. Я хотел проповедовать другую тему, но пастор Виталий вчера у меня эту тему забрал. Ну, я немножко, может быть, косвенно буду возвращаться с отсылкой к пастору Виталию и вчерашней проповедии. Но сейчас я хочу показать другую мысль, друзья. Второе послание Петра, первая глава, третий и четвертый стих. Давайте прочитаем. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Друзья, давайте сейчас вместе это прочитаем. Давайте вместе со мной. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Теперь пауза. Повернись к соседу и скажи. Это значит тебе и мне. И нам. Тебе и мне. Нам. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Продолжаем. Время очень быстро. Друзья, время лукава. Двигаемся дальше. Смотрите. То есть нам даровано. Это подарок. Это не надо заслуживать. Он не дарится кому-то как заслуга. Вот кто-то много читает Библию, кто-то мало читает Библию. Одному дам, другому не дам. Это не так. То есть другими словами, Бог просто так, не по заслугам, подарил это благословение кому? Нам. Кому нам? Верующим в Иисуса Христа, в Сына Божьего. Аминь. Аминь. Хорошо. То есть продолжаем. Как это происходит? Смотрите сюда. То есть нам это даровано. Мы это утвердили. Продолжаем. Как через познание, призвавшего нас славою и благостью. То есть другими словами. Он говорит, что Бог призвал нас через свою славу и через свою благость. Потому что что? Бог. Хором. Какой Бог? Хороший. Благой Бог. Благостивый Бог. Понимаете, да? То есть Он дарит это не потому, что мы как-то это заработали. Он просто такой. У Него природа такая. Он не может по-другому. Он добрый. Он хороший. У Него всегда есть милость. Поэтому Он славу свою объявил в нашей жизни. И мы с вами пережили эту славу. У каждого были какие-то свои жизненные трудности, ситуации. Ну так или нет? Да. Скажите, что вы сделали для того, чтобы Бог пришел, вмешался и вам просто явил свою славу? Мы же ничего не сделали. Я умирал от наркотиков. Мне врачи поставили диагноз, сказали максимум два месяца. Друзья, но я здесь. С того момента, как мне врачи поставили диагноз, прошло уже лет 28, наверное. А я живой? Аминь. Почему? Почему? Когда я стоял с врачом, разговаривал, и он мне говорит, а, этой болезни она не лечится. У меня была тропическая язва. Я как раз только покаялся. Он говорит, это никогда не лечится. Это нельзя вылечить. Тропическая язва не вылечивается. Я две недели как покаялся. У традиционных пятидесятников меня никто не учил исповеданию. Я не знаю, откуда это у меня поднялось. Но внутри меня поднялось такое возмущение. Я говорю, да не будет так. Я в это не верю. Он так усмотрит на меня удивленными глазами. Я говорю, Бог меня исцелит. Я ему, давай там что-то о Боге говори. Ты что, в Бога веришь? Я говорю, да, давно. Я говорю, две недели. Но через месяца два я этого врача увидел. И он был очень удивлен. И нет этой язвы. Бог исцелил меня. Понимаете? Бог великий, Бог благой. Мы ничего не сделали для этого. Это не потому, что мы какие-то особенные. Это Он такой. Вот это мы должны с вами усвоить. Смотрите. Инициатива не наша. Это не мы Его искали. Это Он нас нашел. Это не мы заслужили. Это Иисус заслужил на Христе. Это Он классный, а не мы. Аминь? Аминь. Это должно давать дерзновение. Это важно. То, что оно подводит к тому, о чем я просто хочу говорить. Если мы это не поймем, мы не сможем идти дальше. Хорошо? Теперь читаем четвертый стих. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. И вот оно говорит, что через вот эту благость в славе своей Бог подарил нам некие великие какие-то очень драгоценные обетования. Другими словами, очень дорогостоящие. Понимаете, да? И мы знаем эту цену. Это жизнь Иисуса. Это кровь Иисуса. И ее невозможно измерить долларами или еврами какими-то. И невозможно измерить никакой другой валютой. Почему? Потому что это бесценная жертва, друзья. Ее невозможно оценить. И вот эта цена за вот эти вот обетования, чтобы нам их явить. Рассказать нам об этих обещаниях, которые Бог своим детям открывает. Но как нам их узнать? В третьем стихе мы только что с вами читали. Через познание призвавшего вас славою и благостью. То есть другими словами, мы должны познать вот этого вот благого, доброго, любящего Бога. И познать, что Он приготовил нам, своим детям. Потому что если мы это не узнаем, это пройдет мимо нас. Я не знаю, я столько лет был верующий, и мимо меня проходили такие ценные откровения. Как я благодарен Богу, что в 15-м году я познакомился с этим движением. Это изменило всю мою парадигму. Это поменяло мое мышление. Вы думаете, легко это происходило? Вдруг мой свидетель, как я с ним спорил. Он первый начал слушать Гарри. Как я с ним спорил. Как первый раз, когда Алексей в 15-м году приехал к нам, какие дебаты мы вели ночами. До 4-х, до 5-ти утра на основании Слова Божьего. Но это было такое хорошее время. Правда, пастор Алексей? Слово не было. Все на Слове Божьем. О Слове Божьем. О Слове Божьем. И это хорошее время, друзья. И с Богом не поспоришь. Истина, она всегда за себя сама постоит. Истина, она знает путь к нашему сердцу. Она пробьется только, если ты будешь читать и изучать ее, друзья. Вот почему следующий семинар после нового человека, это обновление разума. Он просто необходим, друзья. Потому что если не будет обновления разума, ты никогда не поймешь и не узнаешь, что Бог приготовил для тебя. Ты будешь жить и пользоваться этим не будешь. А за это уже заплачено. А это уже принадлежит тебе. А это уже твое по праву. И это все мимо тебя. Почему? Да потому что ты не приложил никакого усилия, чтобы об этом узнать. А после, когда узнаешь, в это поверить и растворить это первой. Аминь? Аминь. Хорошо, продолжаем дальше. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дабы вы... Повернись соседу. Скажи, ты и я. И я. Аминь. Дабы... Или давайте скажем, дабы мы... Дабы мы через них заделались причастниками. Причастник — это соучастник. Смотрите, друзья. Слово «причастники» на греческом звучит «кинонос». Приблизительно вот так. Я не сильно, может быть, произношение правильно, грамотно делаю. Кинонос. Что значит, участник, сотрудник, причастник, сообщник. Частник. Помните, когда Иисус сказал Петру, говорит, если не умою ног твоих, то не имеешь части во мне. То есть мы часть во Христе. Мы Его часть. Мы в Нем. То есть как бы... То есть мы без Него уже не можем существовать. Я и Христос, мы одно. Нас нельзя разделить. Понимаешь? То есть я уже как сам по себе, я перестаю существовать. Меня нет теперь. Как галатам апостол Павел говорит, то есть я умер, меня нет. Но то, что я хожу во плоти, живу верою. Что да, я еще пока во плоти. Но я уже не я. Почему? Потому что Христос во мне, а я в Нем. Понимаешь? И теперь следующая мысль, которую я хочу донести, и дальше мы с вами начнем говорить. Смотрите. Он говорит эти слова. Через них мы соделались причастниками божественного естества. То есть мы стали частью божественной природы. Мы стали частью божественной сути. Ты и я. Мы божественные дети. Ты и я. Мы божественные сыновья. Дочерей, простите. Нет. Мы во Христе Иисусе. Все мальчики. Во Христе Иисусе. Во Христе нет ни мужского пола, ни женского пола, ни раба, ни елина, ни свободного. Во Христе Иисусе мы все с вами одно. У нас одна праведность, одна святость. У нас одно помазание. А у нас один разум Иисуса Христа. И у нас один небесный любящий Отец. Вот почему, когда девочка выходит за кафедру, мы говорим, она может говорить. Почему? Да потому что она часть во Христе. Разве не так? Да. Аллилуйя. Вы что-то берете, друзья? Хорошо. Теперь. Мы имеем это все. И он здесь об этом говорит. Но, если честно, я этот стих читаю просто нам это напомнить. Я хочу направить немножко в другом ракурсе свою проповедь. Если успею сейчас еще эту мысль развить. Что я хочу показать? Смотрите. Вот здесь об этом говорится. И мы с вами читаем. И это звучит классно. Но у кого из вас возникает вопрос? Господи, ну а где это все? Ну где это все? Почему? Господи, ну как это? Почему? Где оно? Почему? Как оно? Ну где? Ну хочу потрогать. Хочу пощупать. Вот как Фома, да? Пальцы хочу засунуть. Хочу вот прям, чтобы... Вот главное, чтобы я вот за человека помолился, чтобы он с кресла встал. Вот если даже вот прям передо мной пастор Юра вот сейчас будет молиться, нога растет, я смотрю, а внутри я не верю. Вот когда я возьму за ногу, и вот когда у меня эта нога вырастет. Я вам сейчас рассказываю про себя, когда я впервые смотрел, как он врастил ногу человеку. И когда она на моих глазах росла, эта нога, и я своим глазам не верил, настолько я верующий человек. А? Разве не так? Я не знаю почему, но блин, вот эта твердыня, разум наш, вот такой противник, 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 да? Но мы его переделаем во имя Иисуса Христа. Аминь. У нас новый разум. Мы обновляем наш разум, основание слова. Что я хочу показать, друзья, мы должны понять. Вот из этого всего. Первое, смотрите. Это все Бог сделал без нашего участия. Вообще никак. Все, что здесь мы с вами прочитали, это произошло приблизительно две тысячи лет назад. Нас еще в помине не было. Мы вообще ничего для этого не сделали, поймите. То есть вот все, что мы сейчас прочитали, это было сделано без малейшего нашего участия. Вы согласны с этим? Да. То есть другими словами. То есть нам ничего не нужно было делать, чтобы это произошло. Я прав? Да. Ну правильно или нет? Логика. Да. Чуть не уверена как-то. Или кто-то уже в то время там что-то помогал Богу. А? Нет? Теперь вопрос. Друзья, вопрос. Почему сейчас мы должны Богу помогать? Да. Если Он хорошо справлялся без нас. Почему сейчас что-то должно от нас зависеть? Почему сейчас мы должны что-то достигать? Что-то делать для того, чтобы Бог сделал? Вы думаете, Бог изменился? Или Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тоже? Он делает это не потому, что мы хорошие. Он делает это потому, что Он хороший. И Он изменить в своей природе не может. Но когда мы вот эту истину мы с вами усвоим, в наше сердце придет дерзновение. И я хочу немножко вот эту отсылку сделать на вчерашнюю проповедь, где Виталий Химич учил нас вести вот эту борьбу. Мы должны понять, что вот эти драгоценные обетования, которые мы с вами имеем, они не сработают автоматически просто так. Когда ты покаялся молитвой покаяния. Тебе необходимо через познание призвавшего вот прийти к этому пониманию. Ты должен узнать об этих драгоценных обетованиях. Ты должен обновить свой разум. Дальше. А дальше? Как только ты узнал, что он сразу начал работать? Нет. Ведь не так было, правда? У кого с первого раза все начало получаться? А? С первого раза сразу? По благодати, по благодати, какой Бог-то хороший. Даже такое бывает. Смотрите, ведь усилия мы прикладываем везде. Вот, допустим, когда молишься за исцеление. Вот, к примеру, вчера я был свидетелем, здесь Юра говорит, вот и я свидетелем. Бывает вообще за человека помолишься, но вообще легко. И нога вырастает. Или там коленка болела, перестает, там чашечка восстанавливается. А бывает молишься за человека. Вот брат у нас здесь сидит. Вчера кто только за него уже не молился. А он хромает сегодня до сих пор. В чем дело? Почему? Господи. А? Процесс времени. Он будет исцелением. Он уже исцелением. А, Иисус Христа. Чуть-чуть. Просто исцеление придет как свет, как заря, незаметно. Вот как заря утром. Спит человек, проснется, колено не болит. Понимаете? Иногда бывает, знаете, но я не знаю почему. Вот это, может быть, пастор Алексей потом меня зарежет, вот эту фразу мою. Но иногда бывает, знаете, Бог исцеляет людей в ночи, потому что, ну, ночью, как раз то время, когда наш разум отключен. И он не мешает нам что-то делать. А мы идем. Ну, это моя, честно, это не библейская, не канонизированная мысль. То есть, как бы, ну, я допускаю мысль, что, возможно, поэтому Бог нас очень часто, многих людей исцеляет ночью. Друзья, они просто ночью не сопротивляют. Как вариант? Скажите, может быть или нет? Имеет право, правда же? Хорошо. Но опять вещь не об этом. Мы должны понять, что это все произошло, потому что это сделал Бог. Правильно? То есть, это Бог сделал. Как Он это сделал? Он послал Сына Своего, Иисуса Христа. Я не умирал на кресте. Я не платил цену. Я не праведник. Я был грешником, ну, и сейчас я праведник. Я имею в виду тогда, до того. Понимаете, да? Это Иисус праведник пошел на крест, умер. Забрал мои грехи, забрал грехи всего мира. Это Он победил грех. Это Он победил дьявола. Это Он победил смерть. И апостол Павел говорит, смерть, где твое жало? А жало? Что за жало? Закон. Закон. А закон это что? Достижение. Достигай. Если не будешь делать, а да-да. Если не достигнешь, а да-да. Будет тебе плохо, будет нехорошо. Это же достижение. Но Христос, Он за нас все достиг. Он праведник. Он полностью исполнил весь закон. Он единственный, кто мог выполнить этот закон. От а до я. От йоты до йоты. То есть, как бы, Иисус, Он победитель. Мы должны это понять. Не мы с вами победители. Это Он победитель. Но мы в Нем. А если мы в Нем, а Он в нас, то тогда я кто? Победитель. Аминь. Я победитель. Аминь. То есть, мы должны это усвоить. Иисус победитель. Он победил. Понимаешь? То есть, не наши заслуги. И мы полностью должны полагаться вот на эту благодать. Когда мы начинаем на какую-то свою самоправедность. Когда мы начинаем полагаться, вот я больше читаю Библию. Вот я больше молюсь. Поэтому сейчас я веса буду сильнее гнать. И Он там будет. Мне вообще не работает. Вообще не так это все работает. Только когда ты начинаешь понимать, что Христос. И только Он. Вот мы должны это с вами усвоить. У меня была история. Я проходил мимо. Зашел в ларек. Купить, попить. И передо мной стоит парень. Длинные волосы. Пентаграмма такая. Цепь. Большая пентаграмма перевернутая. Рваные джинсы. Наколки. Такие же. Такого характера. Виски выбратые. Ну короче. Весь короче у него этот прикид. Прям явно, явно, явно. Ну и он покупает сигареты и пила. Я говорю привет. Здравствуй на меня. Он такой вот. На меня так с высока. Привет. Снисходительным. И такой дальше у меня. А мы что знакомы? Я говорю. Я говорю. Да нет. Такой. А что тогда здороваешься? Я говорю. Да мне интересно стало. Вот. Скажи мне пожалуйста. Это у тебя просто такой прикид. Модный. Или ты искренне вот в этот атрибут уверишь? Он такой раз. А тебе-то какое дело? Снисходительно так. Я говорю. Да хочу тебя предупредить. Я говорю. В Библии написано, что придет время. И сатана, и все его слуги будут гореть в озере Огненном. Раз такой на меня. Ты что из этих? Из Иисусиков? Я говорю. Да. Я один из них. Знаете, что он мне сказал? Он говорит. Это мы еще посмотрим, кто кого. Ваш Иисусик или наш Люцифер. И он так это подчеркнул словом. А я так улыбаюсь, не сходительно говорю. А что тут смотреть-то? Тебя, видать, обманули и не предупредили. И Иисус уже победил вашего Люцифера две тысячи лет назад. Мы увидели это выражение лица. Я наслаждался. Друзья, Иисус победитель. Аминь. Аминь. Это не наша с вами заслуга. Это он хороший. Мы должны это с вами знать. И когда мы будем понимать, что вот эту борьбу ведем не мы. Вот эта борьба, она уже побеждена Иисусом. И нам надо в это верить. Мы должны доверять Иисусу свою жизнь. Просто идти по жизни, доверяя Ему. Он будет нас вести. Он будет нас направлять. Это не значит, что у нас не будет битв. И вчера нам очень хорошо было подробно рассказано. Но мы должны понимать, друзья, что даже если мы проигрываем какую-то битву, мы знаем, мы уже победили всю войну. И когда, даже если где-то какая-то битва проигранная, что легче вставать, легче подниматься, возвращаясь в строй Божий. Разве не так, друзья? Почему? Потому что я знаю, Иисус победитель. Аминь. Аминь. Наш чемпион – это Иисус. Аминь. 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 Вообще, когда мы начинаем верить в себя больше, чем во Христа, друзья, у нас проблемы начинают возникать. Когда мы начинаем больше верить в себя хорошего, красивого, талантливого, у нас всегда начинаются проблемы. Мы должны верить в Иисуса. Мы должны уповать на Него. Только на Него. Аминь. Аминь. Теперь, как мы можем это делать? Как вот это вести борьбу? Вот очень было очень хорошо. Вчера рассказано, как мысли… Мне очень понравилась мысль. Кому понравилась мысль, что симптомы, они как мысли могут приходить. Вот вчера, помните, да? Вот. Очень классная мысль. Я думаю, вот надо ее будет проработать, ее поглубже. Вот. И вот как мысли. Вот мысли, они, вот как говорится, да? Вот как мысли, они как птицы над головой. Они же летают, вроде запретить не можешь, да? Но, но сесть на голову и, простите за выражение, насрать туда, но ты же как-то мог в силе помешать как-то, повлиять на это же, правда? Смахнуть там, киш-киш, Фернатый. Говорит, что ты тут не начинаешь, как-то, да? И ты что делаешь? Ты отражаешь это, то есть ты мешаешь этому происходить. И так же с симптомами. И так же с симптомами. Когда они нам могут приходить, то есть ты можешь им противостоять. Но, когда мы не понимаем нашу праведность во Христе, дьявол начинает этим пользоваться. Когда мы понимаем, что наша праведность в Иисусе Христе, когда мы понимаем, что Христос умер за наши грехи, которые мы сделали вчера, когда мы понимаем, что Христос умер за наши грехи, которые мы сделали сегодня, когда мы понимаем, что Христос умер за наши грехи, которые мы сделаем завтра, и простил эти все грехи уже заранее, авансом. Ты еще даже ничего не подумал. Ты еще пока ничего не совершил. А за этот грех уже заплачено кровью Иисуса. Понимаешь? Тогда приходит в твое сердце дерзновение. Ты начинаешь понимать, что мое дерзновение, оно не зависит от меня. Мое дерзновение, оно зависит от Господа. Вот это очень важно. Опять делаю отсылку. Это новый человек. Кто еще не слушал? Вам просто необходим этот семинар. Теперь, друзья, смотрите. Когда мы начинаем это понимать, ты начинаешь болеть с дерзновения. Приведу такой самый простой банальный пример своей жизни. Когда я начинал это познавать, узнавать, я и раньше боролся с симптомами, молился за исцеление. Но когда я послушал семинар «Новый человек» и понял вот эту истину, у меня что-то произошло и изменилось. И вот, значит, суббота вечер, и у меня какая-то такая, знаете, ситуация с супругой, натянутый разговор, где мы начинаем так, ну, неправильно разговаривать. И мы поговорили, не в неправильном тоне, скажем так. И разошлись. И не выполнили Писание, солнце до них зайдет, в огня вивошу. Пошли спать, гневаясь друг на друга. В разные комнаты. И вот, значит, утром я просыпаюсь в воскресенье, мне же в церковь надо будет ехать. В воскресенье я стою рано-рано, я всегда готовлю свежие слова. Просыпаюсь, а у меня симптомы. И первая мысль. Попал, пацан. Собрание. Надо готовиться. У тебя симптомы. И с женой поругался. Никакого нерзновения. Идти сейчас с дьяволом разговаривать. Ну, стыдно. Вот ты попал. И тут другая мысль. А вы теперь сами определите, какая мысль от кого была. И другая мысль. Ну и что? Попоругался с женой. Сейчас проснется, подойдешь, обнимешь, попросишь прощения. Ничего страшного. Ты же праведник, знаешь, как надо исправлять ситуацию. Я такой, ну да. Еще страшно. Правда, а что это я? И вторая мысль. А дьявол, при чем здесь разница? То, что ты поругался с женой, разве дает дьяволу право на меня нападать, что ли? У него нет никаких прав на меня нападать. Я встаю, иду в душ, чищу зубы, улыбаюсь. Я говорю, дьявол? Ха-ха-ха. Во имя Иисуса Христа. Вон симптомы. Вон во имя Иисуса. Зубки почистил. Повторил, сказал. Пошел, сел. Открыл Библию. Приготовил прекрасное слово. Супруга проснулась, подошел, обнял. Она обняла меня. Все прекрасно. Шикарное служение. Шикарное отношение с супругой. И я победитель. Почему? Потому что я во Христе. Потому что Христос победитель. А я в нем. А он во мне. Аминь. Поймите. Вот эту истину. Вот эта ложь. Вот эта вот, знаете, как ересь, которую вот закладывают, ну, другие верующие проповеды о том, что мы, мол, мол, типа даем дьяволу право. Какой-то грех дает право. Дьявол имеет право войти в жизнь детей Божьих. Я говорю, слушай, ну какой сейчас, сейчас я это понимаю. Думаю, какой же это бред вообще. Смотрите. Вот приведем такой банальный пример. Вот у меня есть дом. И вот по какой-то причине, к примеру, мой сынок, ну, молодой, невнимательный еще, оставил дверь нараспашку в доме. Скажите, человек, проходящий мимо, видящий открытые двери, имеет право зайти в мой дом? Нет. Нет. Но, теперь скажите, если этот человек вор, и он наблюдает за моим домом, и он видит, опа, дверь открытая, и он понимает, прокрасться, прокрасться можно, легче стало прорваться, чтобы что-то вытащить из этого дома. Вы понимаете? Но прав-то у него зайти нет? Нет. Нет. И вот он крадется, а тут я выхожу. С битой. С битой. С битой. Вы понимаете, да? Что станет с этим? Он же знает, что он не прав. Он же знает, что у него нет прав. Как он будет реагировать? Реагировать. Правда же? Нет. Вот приблизительно это же должно происходить, друзья, когда мы по какой-либо причине забыли какую-то форточку или дверь закрыть. Вы понимаете или нет? Да. Это не ворует у нас дерзновение. Почему? Потому что Иисус Христос пролил свою кровь за грехи, которые я сделал вчера, за грехи, которые я сделал сегодня и за грехи, которые я сделаю завтра. Я их не планирую делать. Я не говорю о гиперблагодати. Но я говорю о том, что мы все еще не достигли Иисуса Христа. И если апостол Павел говорит, что я не достиг Христа, но стремлюсь, не достигну ли я, то, простите, у меня нет дерзновения сказать, что я уже достиг Христа. И поэтому я так говорю. Но то, что я не достиг Христа, как Он достиг меня, не ворует у меня дерзновение. Аминь. Вот это мы должны с вами усвоить. И когда мы с вами знаем эту истину, слушай, намного проще тогда вести войну. Разве не так? Аминь. Церковь. Аминь. Ты скольки, ты сказал? Еще 10 минут. 10 минут, да? Да. Окей. Хорошо. Друзья, как мы еще можем это делать? Как это начинает происходить? Вернусь немножко вчерашнюю. Вот вчера слушал, когда Виталий так благословлялся. Вообще мы просто вчера еще очень много благословлялись, общались. Я хочу один стих вам показать. Вот это опять будет отсылка к обновлению разума. Давайте Иеремий откроем. Иеремия, 23 глава, 29 стих. Пророк Иеремий. Да. 23 глава. Да, 23 глава, 29 стих. Это я к чему? Я хочу показать, что иногда бывает, битва происходит, но не сразу, не мгновенно. И мы, если не видим сразу результата, мы не должны сдаваться. Вот что я хочу сейчас сделать, вот показать вам вот эту мысль. Смотрите, 29 стих. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Вот Господь говорит, слово мое, не подобно ли огню? Скажите, что может устоять перед огнем? Даже металл плавится. Металл плавится. Казалось бы, такая структура прочная. И говорит, и слово мое, подобно молоту, разбивающему скалу. Знаете, когда мы купили здание, оно было в аварийном состоянии, и мы все переделывали. И вокруг здания была старая отмозка советских времен. Она вся была, как это сказать, мы полопавшиеся. И временами вот такая толщина была залитая. И вот для того, чтобы нам сделать отмозку, нам сначала нужно было старую убрать. Понимаете, да? Мы полностью всю эту старую отмозку вокруг здания убирали, потом укапывались, засыпали там песочком, щебеночкой делали геотекстиль, и потом армировали и делали правильно, по технологиям, отмозку. И вот, когда мы занимались демонтажом, братья мои просто получали откровение вообще. Как же все-таки тяжело, когда ты приходишь ко Христу со своим старым религиозным опытом. Поняли вы с этим? Когда уже что-то там есть. Тебе надо от этого избавиться. И вот я наблюдал ситуацию, когда два брата, мы как, знаете, по очереди приходили, кто какое время приходит, и мы там братьями делали эти работы. Я же там, как пастор, жил с утра до ночи, каждый день. И вот, значит, я распределяю работу, то, что делает. Два брата встают на отмозку, и вот они с утра, до обеда, бьют отмозку. Они продвинулись на полтора метра. Полтора метра. После обеда они устали. Это работа тяжелая. Кувалды бить, битон. Приходят другие два брата. И потом один отходит, и остается один. И он за полтора часа проходит четыре с половиной метра. И вот Серега зовут. Я говорю, Серега, ну ты просто вообще, ты как танк. Он не особо здоровый. Посмотри, что он вроде худенький. Но так замахивается, с такой силой этот удар, что если там другие били десять раз, перед тем, как она лопала, то этот ударял один раз, и трещина происходила. Вы понимаете? И я тогда для себя поймал, а как раз уже мы прошли новый человек, и для меня я вдруг увидел, вот знаете, как откровение получил. Вот в какой-то момент, знаешь, загорелось внутри. Я думаю, вот, это же как исповедание. Кто-то, кому-то надо десять раз повторить, чтобы бетон треснул. А кто-то с верой, вот как-то, знаешь, вот один раз, и оно просто трещит, пошла. Ведь важно не то, что ты что-то знаешь, а как ты бьешь это, как ты этим пользуешься, как ты этим, ну, действуешь. Если к евреям, сейчас нет времени, евреям 4 глава, там 2 стих написано, и им, говорится про евреям, и им было возвещено Слово Божье. Помните, да? Евреям 4.2. И им это Слово было возвещено, но не принесло им пользы. Слово слышанное, но не растворенное верою. Он говорит, они Слово знали? Знали. Они слышали? Слышали. Пользу принесло? Нет. Почему? А да потому, что не поверили в то, что слышали, в то, что знали. Понимаешь? То есть, и это надо делать. Теперь, кремлинам 10.17, мы знаем это наизусть. В половину, да, по тем часам? Пожалуйста, да. И мы знаем, что вера приходит от слышания. Вера приходит от слышания Слова Божьего, не каких-то там басен, сплетен, или новостей по каналам Ютуба, или каких-то там телевизоров. Вера приходит только от слышания Слова Божьего. Поэтому, друзья, нам нужно вникать в Слово Божье. Но мы должны не просто его знать, мы должны его слышать. И когда мы слышим это Слово, мы читаем, мы вникаем, мы говорим его вслух, мы исповедуем это Слово. Мы говорим, я во Христе новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Я праведник, я дитё Божье. И ты на протяжении дня, ты говоришь это Слово Божье с одной только целью, чтобы слышать это Слово Божье, чтобы оно произвело веру в твоем сердце. И в какой-то момент, я вчера свидетельствовал, помните, когда я говорил, я прямо увидел, она сказала эти слова с верой. Я молодая, я красивая, я выйду замуж, и я буду счастливой. И я в тот момент подумал, вот он, вот этот вот удар, когда бетон разошёлся. Понимаешь? Всё. А дальше вопрос времени. Понимаешь? То есть сколько раз можно повторять? Я не знаю. Это зависит от тебя, насколько ты будешь прилагать усилия. Насколько искренне ты это будешь делать, насколько страстно ты это будешь делать. Это зависит только от тебя. Возможно, ты будешь, как этот дегон Сергей, одного удара тебе, ты как дашь, и все бесы побегут. Что это? Это она. Убегаю. Убегаю. А может быть по-другому? А может тебе придётся повторить 10 раз. 15. А кто должен это сделать? Только ты. За тебя никто не сделает. Волшебник на голубом вертолёте не прилетит. Кино бесплатно никто не покажет. Правда? Мы же понимаем. Аминь. И мы должны это понять, друзья. Это наша битва. Мы должны брать это слово и должны его бить. И вот как вчера Виталий нам говорил, он нам показывал, говорит, повторяем, повторяем, повторяем. Симптом пришёл. Во имя Иисуса Христа. Я исцелён. Я исцелён. Ранами Иисуса. Я исцелён. Я исцелён. Мне, Алексей показывает, пять минут осталось. Очень коротко постараюсь одну историю рассказать. У меня покаялся друг. Наркоман. И вот он ходит в церковь. И папа летом уезжает и боится его одного оставить. Потому что прошло всего пару месяцев. Он говорит, слушай, Николай, поехали с нами туда. А он, короче, у него бизнес, поля, короче. И вот как раз урожай, надо этот комбайн и всё это убирает. Ну, такой, скажем, масштаб хороший, большой. И он мне говорит, вот сколько ты зарабатываешь у себя в парикмахерской, я тебе в пять раз больше дам. За то, что ты вот поедешь, вот просто, чтобы ты с моим сыном там был, короче. Я говорю, да не надо мне денег. Просто в отпуск поеду отдохну. Друг же мой, что бы не помочь ему. И вот мы поехали. И вот мы там месяца полтора, наверное, где-то, пока папа там эти урожай собирал, мы с ним жили. И мы поехали искать церковь. Ну, мы же верующие. Нашли какую-то церковь в области. Общаемся. Я проповедую Афири там за дерзновение, за исцеление. И пастор такой, дедушка старенький, вдохновляется. Говорит, слушай, Николай, я сейчас поеду вечерю делать. У нас есть одна семья, у них такое горе, беда. Вот муж на собрании произошло. Вот и лет семь назад он купил новую машину. И поехал к священнику светить. Со священником маленечко там. Ну, вместе, короче, причастились. Как я сказал. Сел за руль причащенный. После того, как машинку осветили, короче. И влетел по трассу. Машина в гребезге. А жена была вместе с ним. Травма. И вот после этого жена, там, ну, тело, как бы, вроде бы, как поправили. Врачи, она более-менее, как бы, восстановилась. А вот психологически она получила травму, и теперь у нее страх. И она вообще не может никуда выходить, короче. Машины просто, когда звук слышат, у нее паника, и она задыхается. И они живут в частном секторе, а у меня времени нету, и мы как раз узнаем об этой ситуации. Мы должны скоро уже уехать. И я начинаю, ну, мы поехали, я вот уже рассказал эту историю. Я начинаю с ней беседовать. Начинаю ей говорить со мной, ну, как ей помочь? Вот как ей помочь? И она, знаете, она очень искренняя была. И мы сели, и я ей даю домашнее задание. Я говорю, слушай, сестра, вот если ты сделаешь, я знаю точно, вот Господь тебя поднимет. Все твои проблемы, они будут решены. Она говорит, я все сделаю, что ты скажешь. Я говорю, смотри, все местописания, мы сели вместе с ней быстренько, и я начал из Библии выписывать все местописания ей на бумажку. Выписал все местописания, связанные с исцелением, которые я на тот момент знал, сегодня я их знаю намного больше, благодаря чечелиям. Но даже того хватило, друзья. Я говорю, слушай, что тебе надо сделать? Тебе надо переписать большими буквами на формат А4 каждый этот стих. И развешать в тех местах дома, где ты проводишь больше всего времени. И постоянно, когда ты находишься, постоянно читать и вслух. И заходишь на кухню, глаза упираются, ты делаешь секундную паузу, и вслух читаешь этот текст Библии. Понимаете? Через два месяца папа приезжает, этого друга моего, и передает. И говорит, слушай, там пастор один передавал тебе огромное большое спасибо. Он сказал, сегодня, то есть вот в это воскресенье, эта женщина была на собрании. Она вышла и за свою калитку из дома. Она победила эту депрессию. Что это у нее, паника это была или как? А потом через год, когда Саша поехал опять туда с папой собирать урожай, и меня уже там не было, он приехал, говорит, помнишь ту девушку? Я говорю, ну... Говорит, они на машине уже с мужем на собрание ездят. Она в машину садится. Почему? Познайте истину, и истина сделает нас свободными. Аминь! 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 Аминь!